Вглядитесь внимательнее в эти любительские кадры. Среди этих подтянутых фигур руководителей компании и чиновников не исключено вы заметите Артёма Сдунова, теперь уже бывшего министра экономики Татарстана. Впрочем, экстремальные задания для участников программы кадрового резерва президента России, конечно, не идут ни в какое сравнение с реальной жизнью. Артём Сдунов не просто меняет место работы и регион. Это совершенно иной уровень ответственности, считают многие эксперты. А главным экстримом для экс-чиновника из Татарстана станет борьба с коррупционными проявлениями и решение экономических проблем Дагестана. Существенное повышение, потому что работа руководителем правительства – это совсем другое дело. И здесь он фактически первое и второе лицо, потому что вопрос экономики он будет первым лицом, ему нужно будет выстраивать, принимать ответственность. Везде будет стоять его подпись на всех соглашениях, а за подпись надо отвечать. То, что Артёму Сдунову достается сложнейший фронт работы, можно судить не только по сводкам из новостей федеральных изданий и каналов, которые пестрят очередными громкими подробностями задержаний дагестанских чиновников. Сам исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев приводит данные, которые говорят о многом. В Дагестане низкая собираемость налогов только за 2017 год и только «Газпрому» регион задолжал дополнительно 4 миллиарда рублей. Но еще страшнее другая цифра. При этом 5 миллиардов газа разворованы. Руководитель региона просит депутатов поддержать кандидатуру Артёма Сдунова на пост премьер-министра Дагестана. У этого хоть молодого еще человека, тем не менее солидный опыт реализации успешных проектов в Татарстане, о чем Васильев говорит со знанием дела. Нам нужно действовать вчера. У нас есть программа с Татарстаном. Татарстан становится нашим стратегическим партнером. Понимаете, что такое быть стратегическим партнером с локомотивом развития страны? Сдунов работал в этом направлении. Его хорошо знают в правительстве России. Ему доверяют. Потому что те проекты, которые он защищал от Татарстана, были успешны. Результат предсказуем. Из 75 депутатов парламента Дагестана за 68 против пятеро, двое воздержались. Депутаты интересуются, у избранного премьера нет ли у него боязни или опасений. Ведь после экономически самодостаточного и успешного Татарстана он будет руководить экономикой региона фактически депрессивного, да еще в такой сложный период. Артем Сдунов парирует. И в Татарстане ему легко не было. Спасибо за вопрос. Я хочу вам сразу сказать, что и в Татарстане все было не всегда так. С 2014 года, когда меня назначили министром экономики, помните, что произошло 2014 год, резкий скачок валютного курса, падение цен на нефть. Вот в этих условиях, не совсем благоприятных, мы занимались, собственно, развитием республики экономики. Поэтому всегда и везде, вот я это подчеркал в докладе, вручают те вещи любую республику, любой регион. Это прежде всего развитие инфраструктуры. Благополучие достигается только работой. Президент республики Татарстан всегда говорил о том, что чудес не бывает. Вот если работаешь, тогда, значит, и будет результат. Он, конечно, во-первых, по-хорошему упертый человек, вот в хорошем смысле слова. То есть он умеет добиваться своих целей. И вот это его качество, эта черта характера прекрасно или удивительным образом сочетается с умением убеждать. И то, что Сдунов уже выступая перед дагестанским парламентом, когда его утверждали, одним из акцентов сделал тот, что мы будем стараться войти во все федеральные программы, ну точно так же, как Татарстан, мы же во все программы входим, мы активно участвуем во всех этих вещах. Рубль на рубль, соинвестирование, софинансирование. И в результате, да, да, что-то происходит. Операция Артем Сдунов уже сейчас, понятно, будет на свой же успешный опыт в Татарстане. В этой связи визит в начале этой недели президента Татарстана Рустама Миниханова в Дагестан выглядит особенно символичным. На этих кадрах Артем Алексеевич, еще министр экономики Республики Татарстан, с интересом изучает лучшие практики Республики Дагестан, региона, где ему предстоит себя проявить. Настрой у него решительный, но и произносить бравурные речи, что-то там заранее обещать, не в его характере. Скромно замечает, результат увидим на табло. Тимур Бекморзин, Эльзира Юзаева, Роман Безменов. Семь дней. Продолжение следует...